всем приветики 1 июня ночевали у друзей в краснополе мы как обычной сколе ранние пташки проснулись хозяева еще спят ночью ну где-то я услышала пол четвертого может быть раньше такой сильный дождь с громом с молнией барабанил ужасно вот и он как начался и до сих пор идет это время без 10 7 я вчера притащила люцерны положила возле летней кухни сестнолетней кухни и наверное моим лицерна вся хорошенько промылась но ничего высохнет дождик почти закончился вот она малью церна лежит кстати утром проснулась вот именно вот время около 4 утра так соловьи пели с той стороны от дома сад и там они спевали вчера тоже ходила ну кто видел тут видел сюда вот рядом в лес тоже слушала соловьев до чего это классно просто не передать а станюшка встанет надо не что-то попросить одеть сверху потому что я куртку не брала вчера такая жара была и я с какой-то полной уверенностью одно час полной уверенности же посмотрела в интернете дни будут теплые возможно это так но на дождь то я не обратила внимание закончился дождь закончился дождь спрос а ты ходишь и не чувствуешь мокрый тебя башмаки твои наверно намокли ты вчера их оставила все посреди двора я их занесла вот сюда вот на крыльцо смотрю их нету на натанька убрала их в дом на дождь пошел на их убрала дождь пол четвертого я проснулась и не знаю но он зашел вот что а может басмаки мокрая может уже успела забивала везде и этот гром гремел и молния было все было ну привет это ты даешь во сколько встали еще шести не было там что-то готовит опять фартук одевает и все эти канаты я не могу в нее и дома два или три висят а ну пошли как ложкой рыбу чистить сейчас пыталась да на улице на ночи 10 лет в кухне киски выпускать эту всю грязюку туда а вот она рыба не да да вот она в крапиве это коли крапивой переложил крапива не такая как у нас она молодая молодая крапива потому сказали чтобы его довести хорошая вот этот маленькую это судак я знаю что тут есть а нос ну вот табуретка вот покажи покажи класс пить синий рыбы плоская но и сусы ну да так хорошо сгремается и мировая Давай. Ну-ка, попробуй. Ну-ка. 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 Ну, я здесь не буду, я пойду. Ну, это надо убрать. Потом, ладно. Ну, уберу потом. Поварята, поварешки. Так, а время сколько? Восемь есть? Они не позже, но как бы все время вовремя открывают, да? Ну, пойду в магазин-то-то схожу, они пусть рыбу чистят. Переложила, гляньте, куда травушка, чтобы немножко хоть стекла. Здесь вот под навесом, чтобы сыру не вести. Видите, какая красивая орхидейка. Вообще нежная-нежная прелесть. Просто прелесть. Зашла в дом за сумкой. Здесь мы ночевали, здесь мы спали. Вот, в том году здесь еще стояла раскладушка. Спала тетя Клава, она с нами ездила. А в этом году мы без нее. Ну, и сделаю маленький рум-тур по дому. Особенно для тех, кто говорит, что в деревнях люди живут вообще в ужасных, отвратительных условиях. И что у нас в России унитаз только у каждого десятого имеется. Это такой смех, это вообще кошмар. Вот, вот ванна, туалет. Здесь одна комната. Вот так вот. Вот так вот кондиционер. Стеночка. Очень все уютненько, хорошо. Горшок имеется для унука. Вот. Здесь тоже телевизор. Стенка. Это Лехина внука. Игрушки он обожает. Просто обожает машины. Разбирается свои четыре года во всех моделях. Ну, в смысле марки автомобиля знает. Такой молодец. Вот это тут все прикольное. Чудо такое. Чудо чудное. Так что, вот так вот. Все хорошо. Все красиво. Все уютно. И вот туда уже на выход. Слушайте, а на улице хорошо. Все равно ветерок, но не холодно. Здорово. Вот тополя какие. О, какие огромные. И уже прям пахнет тополями. Тополями пахнет. Такой запах родной. На Украине столько этих тополей было. Правда, пуха невероятно много. И поджигали вот так на дороге. Он лежал. Спичку подожжешь. Он вспыхнул. А вот такие вот, наверное, есть в каждом населенном пункте. Я имею в виду. Вот сколько мы были в деревнях, да? Куда они заезжали. Везде есть такие вот, как типа память. Могила памяти. Или братская могила. Что-то такое. Как правильно назвать. И перечислены фамилии тех, кто жил в этом населенном пункте. И кто погиб во время войны. А здесь, на Доме культуры, вчера я не видела, сегодня только обратила внимание. Звездочки и серп и молот. О, видите, стал уже напротив. Приблизила. Это уже точно со времен Советского Союза осталось. И один хлебушек. Купила печеньки к чаю творожные. Мы с Колей любим творожную выпечку. Купила на наш вкус. Купила конфетки. Гляньте, туалет посреди поля. И это хорошая идея, чтобы люди не бегали в кустики, которые гуляют тут на площадке. Вот. Поставили туалет. Очень даже хорошо. Удобно. Я первый раз такое вижу, честно говоря, в деревне. Туалет. Типа в общественном месте получается. Слушайте, вчера я шла, и библиотека была закрыта. Ну, замок весел амбарный. Я думала, она не функционирует. Или тут не библиотека. Но написано библиотека. Неужели работает? Сегодня дверь открыта. Интересно. Ну, вы быстро. Молодцы. Не плавает? Нет. Судака ложкой плохо. Ну, да, у него мелкая-мелкая вот эта чешуя. А ножом снялась? Да. Ножом нормально. С остальных ложкой снимали, да? Да. О, Танюха. Like fuck. Эх, сыро, обидно. Леня, ни за травой никуда не пройти. А где там куры? Я вчера не посмотрела их. А, вот они вышли. Матички в удовольствие. Точат срак. А, клюет куры это. Да, мне все накидал в пешок. Да что вы, ку-ку-ко да ку-ку-ко. Ой, тихо. И ноги долгих. Ну, петух клюется, Танька говорила, да. Да что ты? Псих, да? Псих ненормальный. Ты что всех клюешь? А? Барин. Барин. Ох, красивый. Ох, красавчик. Ко-ко-ко, да. Ко-ко-ко. Не ходите далеко. Знаете, какой красивый. Просто шикарный. Скажи, вот я красавчик. Я знаю, что я красивый. Вот и психу вам тут показываю свой норов. Чучундра. Горочка симпатичная. Да, 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 да. Походи, походи. Поважничай. Поваж. Ой, ой, ой. Видите, какой? Смотрит по сторонам. Озирается. Сейчас бы тебе Лена клюнул, да? Я бы тебе клюнул. Рисотка. Ух, так, крыльями. Иди, я тут. Я к тебе пришла. Я пришла к тебе. Иди. Что? Не хочешь в меня клевать? Не хочешь, уходишь? Ну, спасибо. А Колю раз в этом, в Мордовии мы были, петух на поле. Догнал, подлетел и за руку кусок мяса выдрал с него. Соседский петух. Интересно. Да. Сам догнал его. Он не ожидал даже. Ну, потом это, как ее, бабнадя? Ну, потом ему смерть пришла. Отруби ему голову. Ну, а что он людей кусает? Да вот я хочу поменять его. У сестры остался еще один. У нее белый, он тоже красивый. Красивый? Брат этого. А ему вот в Майи год только был. Молодой. Ну, это наседка сидела, а у сестры там вывела. Их, наверное, штук 7 или 8 было петухов. Ничего себе. Вот нам этих курей отдали с петухом, а петух был старый, старый уже. Вот, решили поменять. Его зарубили, того старого. Кост. Кост? Мужик, который? Да, я не знаю. Походу, как коса. Слушай, ну, похоже, но я такую ни разу не видела. Огромную. Ну-ка, попозируй. Попозируй нам. Ничего себе. Зверюка. Слушай, мне кажется, если такая ужалитная, она ужас, что будет с рукой. Да. Всегда убанёк такая, что... Слушай, может это какая-нибудь матка ихняя? Бывает же, они же... Ну да, может быть, что-то такое. Она такая огромная. Каких только насекомых не бывает. Чка. Чка. Не напрашивайся. Они же задом, по-моему, жали, да, попкой? Ну да. Да-да-да. Вот я говорю, у руку, он прям на меня отворачивает эту попку-то свою. Ну только не убивай, пусть живёт. Куда-нибудь выкинуть его. Да, он куда надо туда и прилетит, и приползёт. Видно, замёрз. Да, наверное, замёрз, зашёл к вам погреться. Морда Харя. Я ничего не боится. Просто смелый такой, да? У меня закончилось, мне привозили винок из Бурбанска, это, то ли, к рыбе. Ну, такая, наверное, баночка. Перемолотые грибы. М-м-м, сухие, да? Сухие. Как вкусно. Я ей тут хоть мясо сажаю, тут добавлю. Запах такой. Да, по грибаме, да. Слушай, да. Хорошая идея, насушитель так перемолоть, хорошо добавлять куда-нибудь. Я даже вот, ну вот, суп, когда, например, с курицей, там, раз, сыплю, все сразу. А что суп с грибами, я говорю, с концентратом. Ну, с натуральным концентратом. Да, Таня, хорошая идея. Блин, а вы волнушки солите? Волнушки солим, если есть, да, Коля любит. Я люблю тоже, я прям обожаю здесь. А тут нету, да, волнушки? Нету, а мы здесь даже не ходим за грибами. Мы не знаем, или местные. А что ты хочешь, а банку? Банку вот, да. Надо еще банку, наверное, достать с маслом и закатать это. А, да. Крышкой такой, чтоб не... А можно, наверное, полторашки тебе убить лучше. Ну, да, кстати, стекулярный банк, да, не такой вот так цок. Ну, там же есть у вас? У меня есть, конечно, да, я его переднюю лучше, точно, мисс, точно. Это надежнее и компактнее будет. И надежнее, и компактнее, и легче вес, чем банк будет. Да, да, да. Точно. Так, я вот сюда поставлю. Одна голова хорошо, а две все лучше, а две тандроходы. Не забудьте. Не забудьте. Что я просто сделал. То есть от спины вот так надо делать. Я вам каждого. В спину вагинаюсь через боль, через все. И через полчаса проходит вот эта вот тяжесть какая-то в спине. И долго ты так делаешь? Да, неразум. И вот так очень полезно в дверной проем то же самое. Согнувишься, ну и старайся спину немножко вынимать. Во-первых, очень легче становится через боль, через дверной проем. Так, Миша, когда так делаешь, и Леша с ним становится. Где-то зарядку. Да, зарядку. Вот разом в десять каждое утро делаешь. Это тут свиней не больно, мне вот тут руки столовые. Да, у меня здесь будут полететь, вот здесь. Через недельку почувствуешь результат. Очень полезно вот это вот. Когда вы это мануальный терапевт мне сказал. Когда есть, или он к нам сюда приезжал. Люди ходили к нему. Он, знаешь, кто деньгами, кто. Он, продуктами, яйцами, да. Кто, как тут, укрепил мясо, Серега, да. Это не к которому приезжал. Я на массажки не ходил. Да, да. С женой не был, да? Да. А мы разошлись. Да, раз уж так было, с загородкой, да. Походили. А знаешь, еще прикалывал, что вот эти загородки, площадка, что делали, старшие научили. Ты не делал? А у них вот, в кубе, бля. Вот этот мелкий черный перец, сервозы, фалька. Вы чихали? А, пойдем, вы там топкались и чихали, да? О, я так от перца чихаю, черно. Я в того, обчихала, не вся. А я тебе посыплю, не расстраиваю. Слышь, вот не забывай, что я тебя кормлю, я тебе есть готовлю. Я тебе так посыплю. Вот с перчиком и будешь ходить. Пургенчику. Уже есть такие таблетки, Пурген, или это сутка какая-то? Есть. Ну, по крайней мере, раньше были. Я помню это самое, я уже училась, учился, да, и жила у дядьки своего, в деревале. Сережка двоюродный брат. А там соседи, он был такой противный. Ну, мы думаем, как же бы они, пошли купили пачку дрозы, вот эту, килограммовую. Ух, и ночью Серега перенес к ним через забор и в туалет бросил. Короче, а это было лето. Прикинь, там полезло. А зачем полезло? Ну, прикинь, дрожжи, оно там. Ну, вроде бы и расширяется. Пачка дрозы, это же много. Ну, девократ, ты представляешь? Экскурсия по селу. Кстати, да, я чуть-чуть это, зацеплялась. Экскурсия по селу. А то я в тот раз с вами не съездила, когда вы в том году-то за сметаной поехали, что-то я была занята чем-то. Это что, это школа, наверное, нет? Вот это. Это школа, да. Школа. А это не маки или цветы такие растут? Это маки. Маки? Да. На кладбище похоронен кто-то у вас? Да, родители, дети. А, у тебя все туда, не все, ну, как бы ты полностью отсюда родом получается, да? Да, я полностью, да. Сейчас покажу, где мы сели раньше. А в Мурманск как ты попал? А в Мурманск я после армии пришел с армии к нам с Донбасса, с Луганска, с Красного Луча, в Луганскую область. Но, 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 но. Родственников много там уже, у нас мамины двоюродных много там. И тетка приехала в гости к нам, и что-то разговаривали, она говорит, что ты тут в колхозе можешь делать, давай к нам на завод, город, все-таки. А она с Мурманском была, да, тетка? Не, не с Мурманском, а аж при... А, перед историей, да? И она меня сагидировала, я уехал в Красный Луч, и полтора года работал на заводе Красный Луч, завод Стандарт, завод Красный Луч, там есть там военные заводы, электронику выпускали для военных предприятий там. Да, я фрезеровщиком там отработал полтора года, а у нас, ну, где-то с полгода, наверное, чуть больше я отработал, вдвое мы пришли армию были, пацановок будет там. Пришел мастер цеха к нам, Кисаня, он 10 лет отходил в Риге, в Балтике, в море. Ну, и приехал тут, женился он мне дома, и мастером цеха устроился на завод. И про моряк я на рассказывал, а я жил у тетки, у брата, и общежитие было рядом, во вторую смену, когда работали, так, не всегда выгодно было ездить на автобусе. И этот Саня, моряк, тоже в этом, в общежитии жил. Ну, мы как-то, ну, по старшим я, ну, там, молодой приехал, это самое, про моряк я, на фотографии показывают, про заграничку. Это замануха. Короче, что тут делать, ты не всегда успеешь. Вот здесь вот, вот, кирпичный дом, но у нас был рубленый дом вот здесь. А здесь это детство, да, прошло, да? Вот здесь, на этом дворе я родился и вырос. Вот, вот эта улица, она самая длинная в селе. Да. Тут, напротив, школа была начальная. А школа, вон, да, с той стороны теперь. Начальная школа была до четвертого класса здесь учились, а старшие классы с пятого по десятый туда, вот, дальше за селом. А, на краю села, там, двухэтажная школа была у нас. Ну, и что, он тебя заманил в Мурман? Да, и мы, и он тут на заводе, но он быстро нашел мужик, который работал в травмфлоте в Мурманске, там, 25 лет, что ли, отработал. Он его, как-то, они сошлись, там разговорились, и этот дядька нам рассказал всю поднагодку, и мы двоим с парнем собрались, молились и уехали в Кучевск. И вот так я попал в Мурманск, вот, благодаря этого мастера цеха, и, ну, как же, дядьку того звали. А он, он ушел на пенсию, вот, тогда получал пенсию 130 рублей, и устроился, все крепкие, здоровые, дядьки, ученые, 50 лет ушел на пенсию. И это самое, устроился в литейный цех, он там, что-то делал, ну, короче, такая легкая работа, вот. И, говорит, ребята, завод от вас никуда не уйдет, станок не уйдет, приезжайте, не бойтесь, хоть мир посмотрит. Ну, да, не понравится, всегда можно вернуться. Да, завод, как всегда, а станочек, он там не хватало ни покорей, ни фрезеровщиков, вот. И мы с Саней собрались и уехали. Ну, Саня с Харьковом был, или, потом он у него звонился, в Харьков уехал, потом опять вернулся в Мурманск. Сына не захотела, вернулась опять в Харьков с дочкой, а он остался в Мурманске, разбежались. Тут, наверное, всех знаешь, да, в дитиле? Не всех, не всех, но все равно здоровая, если в любом случае, да? Да, больше половины знаю, молодежь не знаю, а таких, кто постарше. Ой, батюшки! Ути, 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 ути. Барабаха! Сейчас успокойся, ты молодец, молодец. На вашу похожа, лохматая. Ути, 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 ути. Ути, ну все, не ругайся, не ругайся. Да, вы гадали. А куда? Нет, нет. Не проломится. Бем, пора! Построил. Так, подожди, лов рыб ли запрещен? Это сквобец на дереве. Это и что, кто-то ловит сам себе или чего? Нет. Весной, в апреле месяце запустили малька сюда. Мы складывали с деньгами по полторы тысячи. Запустили рыбу сюда и потом, когда подрастет, где-то к концу лета начнем ловить. А, то есть, сами местные только? Ну, да. Понятно. А я думала, может, частный пруд какой-то выкупил. Здравствуйте. Потому что большой такой пруд. Вот приличный, да. И он чистенький. А тут не купаются? Купаются, но мало. Но в основном ездят туда. Тут берега, по-моему, нет почти. Камыши одни. Да, заросло. Раньше не было вообще травинки здесь. Ну, скотина была. Козы, коровы у людей. Все съедалось, вытаптывалось. Гусей, утей море было. Тут весь пруд белый был от гусей, гусей. А сейчас мало кто держит. И скотины нет. Никто траву не ест. Не вытаптывали. Ну, да, да, да. Как бы топтали. Вот, выедали. Прямо далеко-далеко. Такой прудик шикарный. Туда, туда он рукава там идут. Ну, здесь живет. Старик один в этом доме. Здесь, ну, как лет сорок-сорок пять. Без семьи, сколько? Ну, по-самому, жена здесь. А он 20 через 20 или месяц через месяц у Москвы на заработок. А, мотается. Вот, здесь живут, здесь их весь. Все, майки у многих нет. А вот в этом нет. А вот в этом даже вот. Какая красота. Здесь тоже один дед живет. Вот, хороший дом. Моя одна женщина, моя одноклассница живет. Здесь вот? Да, вот. Ну, вот два дома. Это ее оба дома. Здесь вот отец с бабкой тут живут. Большая деревня, я думала, меньше. Это мы с тобой круголя дали. Так только, она еще в другую сторону идет. Это мы только в Треллице. Мы проехали. Большая, что-то, я думала, намного меньше. И два магазина всего на такую деревню, да? Вот старый детский садик и вот это вот старый детский садик. А что, в школе мало детей и решили, их прикрыли. Вот, и ничего здесь нет. Рабочие... Садика вообще нету здесь? Нет, почему? Садик перекрыли в школу. А, в школе и садик, и школа там, да? В одном месте. Выделили по деток, по маленькому. А, понятно. Так красиво какой. Яркий домик. А, вот мы куда приехали там. Вот он. Я только поняла, откуда. Все, вот так вот мы по кругу сделали. Ага. Поехали еще туда, вот проедем. Ну, давай проедем, попосмотрю. Ну, тут вот это вот крыло садик детский, по-моему. Вот, а остальная школа. Ну, я правильно, а что, зачем, если детей мало, как занимать место? Содержать здание лишнее. А второй магазин где? Я вот сюда в первый всегда захожу. Он дальше или нет? Вот, рядом. А, прям двери рядом, да, или что? Или здание рядом? Нет, здание рядом. На шляху написано, видишь? А он побольше этого? Да, он чуть-чуть побольше. А я вот сюда в первый захожу. Ну, это мы его как ларек называем. А, а то магазин, да? Да. А я туда и не доходила даже. Вон, на шляху написано. Ага. Хостовары, продукты. А, там чуть побольше ассортимент. Да, да. Вот больница у нас эта, медпункт. А, медпункт. Да. Каждый день работает медпункт. Здрасте. Это зять Коля Тимофеевич, старшая сестра моя здесь живет. А-а-а. В прошлом году похоронили, но в Волжском жил. А сестру давно уже тоже похоронили, умерла с землечком, тромб подорвался. Она сначала здесь жила, а потом самхоз Краснопурский вот здесь есть, куда дальше ехать. Это самое, 7 километров от нас. Получается, вот средние умерли, а мы крайне остались. А, крайне остались, да? Крайне мы остались, да. А то колодец, наверное, да? Да. Там еще один проехали. Тут везде вода миловая, да, по поселу? Ну, в основном, да. В принципе, вот раньше вроде такого не было в накипи. Оно видно, ну, что-то структура меняется и ничего. Ну, вот эти клавы тоже очень много. Прям чайник весь в это, в миловую. Мы приехали, а нас с этой колонки местные, местные обогнал тебя. У нас экскурсия, мы гуляем, поэтому мы тихонько. Да, он ехал, ехал. Ага, он не поймет, вот что-то спят, не спят. Ну, классно сделали, да, навесик. А, и то-то тоже друг с друг с другом повторяют. Ой, а то-то тоже, глянь, как красиво. Светового тут много лета. Молодцы люди делают, такие штучки красивые. Ну, в принципе, вот, заканчивается село. Поля, поля везде. Засеянная пшеница, кукуруза, подсолнух мы ехали, все засеянные поля. Да, да, да. А тут что-то, что-то желтые, все не поймешь, что-то не фигурит. Слушай, а правда, что посыл тело-то? А может, не сеяли, может, что-то прошлогоднее? Я не пойму, да нет. Может, что-то такое. Может, чем-то опрыскали, а оно... Оно сгорело. Может быть. Слушай, здесь поля желтая, что-то такое-то интересное. Обустраивать комфортную территорию. Странно, да? Да. Нет, что-то все-таки была посажена и умерла. Бассейн и умерла. И там он за посадкой куда дальше... Нафига. А что ж там службы? Радио Новдин 80... Может, чем-то опрыскали, а оно погибло. Оно химоза какая-нибудь. Жалко. Да, я такое первый раз вижу. Я тоже первый раз. Тут, по-моему, такая шанс. Похоже на пшеничку или что-то такие тоненькие. Да, да. Вот эти прям так нравятся. Птички. Ага.